День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, и вот от каких-то исторических, новейных уже там, не знаю, запыленных, старинных событий, мы переходим к нашим делам, делам сегодняшним, и поговорим... И завтрашним, завтрашним. Скорее, даже завтрашним. Скорее, что идет о развитии, то есть о будущем. Да, ну и вот мы поговорим действительно о том, каким образом достаточно-таки оптимистичные планы роста экспорта на 30% в год будут реализованы, и об этом мы поговорим как раз-таки с Иветой Струбкая. Здравствуйте, доброе утро, Ивета. Доброе утро. Здравствуйте. Да, замдиректора Госагентства инвестиций и развития. И как мы уже представили, да, в ваших планах развития экспорта плюс 30% едва ли не в год. Очень интересует, да, чем обусловлен этот оптимизм, за счет чего этот рост возможен, какие рынки нам интересны, на каких рынках интересны мы, и какие латвийские товары востребованы на данный момент и в обозримом будущем, будут востребованы, будут востребованы. Этонацию надо было вниз. Да, спасибо, очень хороший вопрос. Можно сказать, мой самый любимый вопрос про экспорт. С удовольствием расскажу. Как, наверное, все уже знают, в прошлом году, в 2020 году, стоимость латвийского экспорта товаров составила 13,19 млрд евро, что было почти на 2% больше, чем в 2019 году. Но, конечно, Латвия не может на этом остановиться. До 2027 года мы должны почти удвоить этот объем экспорта. И, конечно, здесь мы видим большие амбиции не только нашего агентства, но и таких крупных ассоциаций, которые поддерживают экспортеров, как Red Jacket. Скажите, пожалуйста, а почему должны, кому должны? То есть какие-то планы или просто наше желание такое? Да, это есть и планы, которые уже вписаны в программных документов. И это, конечно, есть наше желание, это видение нашей страны, где и как, и в каком направлении мы должны развиваться. И экспорт, конечно, был всегда очень важной частью нашей экономики. И, конечно, за счет экспорта мы видим рост всей экономики в том числе. Поэтому экспорт действительно очень важная тема. И прошлые годы он был сложный, но для наших экспортеров в целом можно сказать, что он был довольно успешным. И это говорит статистика тоже. Если смотреть на рынки, то в основном мы экспортируем страны Европейского Союза и страны СНГ. В общем, это около 80% всего нашего экспорта. Около 20% это страны, которые находятся вне Евросоюза и не страны СНГ. Это, как можно сказать, другие страны. Если так, если еще идти один шаг вперед и посмотреть глубже, то, конечно, мы в основном и очень много торгуем с нашими соседами. Это, конечно, Литва, Эстония, Россия. Если дальше уже идти, то тогда будет Германия, скандинавские страны, Великобритания. Вы, перечисляя соседние страны, не упомянули Белоруссию. Это намеренно произошло в связи с известными последними событиями? Или действительно Белоруссия не составляет такого большого процента в нашем экспорте? Все верно. Белоруссия, конечно, важный партнер для некоторых наших производителей. И эти экономические связи, они довольно тесные. Но если смотреть по статистике, то общий объем экспорта в Белоруссии, он не составляет такую большую долю, как, например, Литва, Эстония, Россия. Даже мы больше экспортируем в Германию и в скандинавские страны, например, в Швецию. А скажите, кто устанавливает вот эти действительно проценты? То есть вот как решается, что мы, почему вот к 27-му году должны увеличить вдвое? То есть вот, ну, как в фильме «Формула любви», там, а столько-то там сможешь? Ну, если столько-то, ну, может быть, смогу. То есть вот как определяется, почему в два раза, почему не в три, не в четыре, не в пять? Да, ну, тут идет анализ данного, анализ разных данных. Также вообще рассматривается экономическое развитие в стране. Очень много разных параметров эти прогнозы делает и наш банк, и Министерство экономики. Если конкретно говорить о довольно амбициозной цифре экспорта, то эта цифра, она вписана на наш план национального развития, и это, конечно, очень связано со всеми отраслями, которые мы хотим развивать. Я надеюсь, что мы это достигнем, потому что это действительно очень много. Конечно, нашим экспортерам идет довольно хорошо, и мы видим, что статистика, она растет с каждым годом, но по-любому это значит, что нам придется привлечь много инвестиций, которые само по себе опять экспортно ориентированы, и нам придется очень поддерживать тех производителей, которые могут производить новые товары, экспортировать опять же их. И также мы, например, у агентства есть сеть бизнес-инкубаторов по всей Латвии, и там мы тоже очень заботимся о том, чтобы все компании, которые там работают, учатся, растут, выросли до хороших крупных компаний, которые опять могут принести свою лепту в экспорт. Напомню, мы беседуем с замдиректора ЛИА, латвийское агентство инвестиций и развития и в этой струбке, и говорим о потенциале, о росте латвийского экспорта. Ивета, можете чуть-чуть подробнее рассказать о той поддержке, которую ваше агентство оказывает предприятиям и товарам с экспортным потенциалом? Да, наверное, здесь начну с программы, которая называется как программа способствования международной конкурентной способности. Эта программа уже существует давно, ее администрует наше агентство. Эта программа позволяет компаниям лучше выйти на международные рынки, искать партнеров. По сути, это означает, что латвийская компания может участвовать на международной выставке и получить до 50% софинансирования. Но это не только выставки, это также и разные платформы. Это участие в ассоциациях, это маркетинг, который нужен в других странах. Это также разные исследования. Это приспособление продукции для ведения его в другом рынке. Это также сертификация продукции. Здесь действительно обширный спектр тех услуг, которые мы можем предложить и помочь софинансированием. Потому что экспорт, начинать экспортировать, это отнюдь нелегко и недешево. И, конечно, это очень хорошая программа, чтобы помочь нашим компаниям. А что больше всего экспортируют? Чем мы можем удивить мир? Да, на данный момент больше всего мы все же экспортируем изделия из металла и изделия из древесины. Это уже, можно сказать, основа нашего экспорта давно. И я думаю, что эти товарные группы свои позиции не изменят еще много, еще долго. Также, конечно, мы экспортируем разные химические продукты, в том числе фармацевтические, текстиль. В принципе, экспорт есть почти в всех категориях. Мы экспортируем довольно много пищевой продукции. Хотя, если смотреть на общую статистику, то пищевая продукция, она все же больше остается на местном рынке или уходит в соседние рынки. Пищевая продукция, она, скажем так, она не чемпион экспорта, если сравнить с другими. Хотя здесь тоже есть многие компании, которые в основном работают на экспорте. Если смотреть на услуги, то, наверное, стоит отметить информационные технологии. Это, наверное, такой очень-очень сильный сектор, который действительно в последние годы очень развивается, будет развиваться. И, конечно, появились новые горизонты в связи с пандемией COVID для этой отрасли. И мы думаем, что она еще очень положительно покажет себя. Что касается экспорта латвийских товаров, я хотел бы помножить экспорт товаров на упомянутые вами международные выставки. Некоторые из них проходили даже сейчас, в этот последний год. В Дубае, например, пара была продуктовых выставок, и наши экспортеры там прекрасно себя представили, и заняли призовые места, речь идет об инновативных упаковках и о прочих товарах пищевой промышленности. Но что касается именно выставок, во-первых, 21 век, во-вторых, действительно, ковидные реалии. На ваш взгляд, оценка профессионала, выставки, вот эти международные, крупные, они будут еще актуальны или все-таки пойдут на спад в пользу каких-то онлайн-платформ? Я думаю, что они будут актуальны, но они будут меняться. И уже сейчас мы видим, что многие выставки предоставляют возможность параллельно участвовать и на выставке, и онлайн. Или появляются еще какие-то дополнительные возможности во время выставки. Разные B2B-встречи, которые тоже могут проходить на онлайне. Выставки сами по себе, конечно, они пережили очень трудный период в прошлом году, и сейчас тоже не все полностью обновилось, конечно. Но это все же для производителей, для компаний, для людей очень важное место, где можно встретиться, где можно увидеть друг друга, где можно пощупать, посмотреть конкретный продукт. И, конечно, компании на выставке едут также встретиться со своими партнерами, которые у них уже есть. Это очень хорошая возможность. Можно, сказать, делать такой большой обхват всех своих партнеров, которые тоже приезжают, многие из них приезжают на выставки в одно время. Например, если смотреть на очень крупные страны, как, например, Россия, и там есть пищевая выставка Prodexpo, и там, конечно, приезжают все. Если кто-то приезжает из какой-то другой страны, ему нужен, не знаю, целый месяц, чтобы объехать всех своих покупателей по всей России, а тут все на месте. Это очень важный момент. И это, конечно, не только встречи, это также и возможность посмотреть на новинки, на тенденции, увидеть, что делают конкуренты. Поэтому я думаю, что выставки не пропадут. И если смотреть тоже на ту же самую программу, которую упомянула, которая поддерживает участие на выставках, то самое популярное из всего, что мы в ней предлагаем, это все же участие на выставках. Как и в настоящих выставках, как они были раньше, так и онлайн-выставках. Напомню, замдиректора ЛИЛА, ТВСО, агентство инвестиций и развития, и вот эта Струбкая с нами. Госпожа Струбкая, такой вопрос. О привлечении инвесторов, привлечении предпринимателей из других стран. Ну вот, скажем, опять же, извините, я вернусь к Белоруссии. Это ничего особенного, просто яркий пример. Мы проиграли, можно так в кавычках назвать, войну литовцам за белорусский IT-сектор. Они ушли на волне вот этих протестных акций больше в Вильнюс, чем в Ригу. Сделаны какие-то выводы? Верется ли какая-то работа с правительством, чтобы не допустить подобных ошибок, подобных промахов в дальнейшем, и все-таки привлекать в Латвию как можно больше хоть сбегающих каких-то предпринимателей от режима, который им не нравится? Или наоборот, создать в Латвии очень привлекательный для инвестиций, для работы предпринимателей режим? Наверное, и то, и другое. Конечно, мы заинтересованы создать очень хороший режим, очень хорошую предпринимательскую среду, чтобы к нам действительно приходили крупные компании, крупные компании, которые в том числе являются экспортерами. Если смотреть на данные Энстер Нианг, они недавно делали исследование, то около 68% всех инвесторов, которые присутствуют в странах Балтии, они планируют расшириться в этом году. Это значит, что страны Балтии сами по себе в настоящее время являются актуальным направлением для инвестирования. Белорусский пример, он очень хороший, потому что он действительно нам показал, где есть какие-то проблемы. Мы должны были... Мы, конечно, сделали свои выводы. То, что очень большая часть компании ушла в Литву, это, наверное, довольно логично, потому что Белоруссия, она всегда очень тесно сотрудничала с Литвой и Польшей. И, конечно, когда компании начали искать выходы в другие страны, они, само собой, начали смотреть с этих стран. Но и мы не остались на пустом месте. К нам тоже пришли очень хорошие компании. И, конечно, сейчас... Да, но не World of Tanks, например. Да, наверное, да. Я... Извините. Не смогу, да, назвать конкретные... Я согласен с вами, что действительно исторически Литва и Польша, Белоруссия, безусловно, ближе, чем Латвия. Но, тем не менее, не только историческими корнями все это объяснялось, а более благоприятные налоговые системы обложения и прочими преференциями, то, что мы, к сожалению, не были готовы им дать. То есть наша налоговая система, она не настолько... Привлекательна была. Да, привлекательна. И не настолько гибкие мы сами, чтобы внести оперативно требуемые изменения, изменения, которые диктует сама ситуация. Да, и здесь мы сделали выводы по поводу гибкости и быстроты реагирования. После этой кампании появилась такая инициатива, которая сейчас уже существует. Она начинается с зеленый коридор, тоже, может быть, слышали. И это значит, что, когда приходит инвестор, мы можем предложить решить все его административные проблемы, процессы, разные регистрации гораздо быстрее, чем это было раньше. И тут действительно можно сказать, что, сделая выводы из белорусской кампании, основные институции, которые в этом вовлечены, взялись за руки и сказали, что да, мы можем это сделать быстрее, и чтобы действительно обеспечить, что компании придут в Латвию. И здесь тоже тогда, наверное, надо смотреть и в будущее, потому что этот процесс будет продолжаться. И также Министерство экономики работает над программами, которые еще больше будут способствовать развитию инвестиционного климата и также финансовых возможностей и финансовой поддержки для инвестиционных проектов. Звучит оптимистично, здорово. Ну вот вы как раз говорили о том, что без привлечения инвестиций невозможно дальнейшее развитие экспорта. Но откуда придут эти инвестиции, из каких отраслей стран? Ну, наверное, это уже последний, да, я понимаю, вопрос. Да, у нас пару минут остается. Да, если начнем с отраслей. Во-первых, в последние годы мы привлекли очень много инвестиций в IT-сектор. Это, конечно, сделали и наши соседи, но и мы преуспели. И, конечно, это тот сектор, где мы смотрим и в будущее. Это также зеленые технологии. Мы не исключаем производство как таково. Это может быть металлообработка, это может быть какая-то химическая продукция, это может быть пищевая продукция. В этот сегмент тоже часто приходят инвесторы, что-то ищут, смотрят, интересуются. Если смотреть по странам, то на данный момент, если не ошибаешься, самым крупным инвестором в Латвии является Швеция. Вообще присутствие скандинавских стран довольно ощутимо. Также стоит отметить Германию. Тоже много хороших инвесторов, тоже много инвестиций в производстве из этой страны. Также Россия, тоже крупный инвестор, тоже активно интересуется возможностями инвестировать в Латвию. Конечно, это тоже больше страны, которые находятся ближе, чисто географически. И здесь тоже, наверное, надо отметить такой побочный эффект пандемии COVID, потому что многие страны почувствовали, насколько они зависимы от доставки сырья из дальних рынков, и они, может быть, в каких-то ситуациях не хотят рисковать. Мы также помним кризис Суэцека, где там застрял крупный контейнерный корабль, и весь мир ожидал, когда будут доставки. И, конечно, если твой поставщик находится ближе, у тебя больше гарантий, что все это будет качественно и вовремя. Спасибо. Да, мы благодарим Ивету Струбкою, замдиректора ЛИ, Латвийского агентства инвестиций и развития за беседу. Большое спасибо, успехов в работе. Мы с удовольствием ждем вас в эфире, и будем продолжать рассказ об историях успеха латвийского экспорта. И инвестиций, потому что это здорово, это важно, и работа, которая сделана над ошибками, это действительно говорит о заинтересованности, о шансах на развитие. А напомню, мы начали с того, что весьма амбициозные планы у латвийского агентства инвестиций и развития, рост экспорта буквально по 30% в год. Вот, собственно, чем обусловлен этот оптимизм. Мы посвятили последние 20 минут этой беседе. Вскоре информация появится в текстовом виде на портале MixNews.lv. И в это еще раз огромное спасибо, хорошего дня. Спасибо вам. До свидания. Мы уходим на паузу, после которой очередной наш гость очень серьезный разговор нас ожидает с начальником управления местзаключения генералом Илоной Спуре о новой кампании по ресоциализации бывших заключенных не отворачиваться и дать шанс. Так она называется. Вы слушаете радио Болтком.